Всем здарова, с вами Боб. И вот прошла пара недель с того момента, как мне привезли новенький MacBook Pro с Touch Bar панелью. Я им попользовался и теперь, в принципе, готов рассказать вам все плюсы и минусы, с которыми мне пришлось столкнуться в процессе его эксплуатации. Погнали! Если вы не видели мое видео с распаковкой, обязательно посмотрите его, ссылку я оставлю в описании. И первое, пожалуй, с чего я хочу начать, это именно с конструкционных особенностей нового MacBook. И первое, что мне кажется странным, это какие-то непонятные звуки скрежета скрипа при его открытии. И этот звук появляется только после того, как какое-то длительное время не открывали свой MacBook. Если же вы его открыли, закрыли, открыли потом еще раз, никаких звуков больше нет. И давайте сейчас попробуем погрузиться в полную тишину и я попробую воспроизвести этот звук для вас. Ну, такое ощущение, что он просто прилипает. Плюс крышечка, ну, вы видите, она дребезжит. То есть, после того, как вы ее остановили, она все равно какое-то еще время покачивается. Такого точно не было в старой версии. Это тоже какая-то косяк, как мне кажется. На самом деле, подобные звуки также появляются. И просто в процессе работы он стоит на столе, его никто не трогает, не двигает, не трогает крышку. И он бац, и сам хрустнет непонятно из-за чего. И мне кажется, что эти звуки раздаются именно от крышки с дисплеем. Плюс, когда его переносишь в полностью закрытом состоянии, он тоже может немного похрустеть. Короче, какая-то непонятная, на мой взгляд, ерунда. Дальше, клавиатура. Здесь стоит второе поколение бабочек, которые начали ставить в 12-м MacBook. И они, на самом деле, кардинально отличаются. Поверьте мне. В 12-м MacBook ход клавиш мне кажется гораздо меньше, чем здесь. Плюс, эта клавиатура, опять же, на мой взгляд, показалась очень громкой. Касательно удобства печатания, никаких нареканий вообще нет. Все очень удобно. Было только немножко непривычно после старой крошки. Но сейчас вообще все окей. И еще небольшой бонус. Расскажу вам про эту замечательную клавиатуру. У меня как-то плохо работала стрелка вниз. Я решил, что туда что-то попало. Какая-нибудь крошка или прочая ерунда. Решил ее снять, почистить. И в итоге сломал крепление. В каких-то сервисных центрах говорят, что готовы починить это все по гарантии. В каких-то нет. И, в общем, все говорят, что никто не будет менять только отдельно кнопку. Будет меняться вообще полностью вся верхняя панель. С учетом того, что она идет в сборе с Touch ID датчиком и датчиком безопасности. Короче, триндец. На черном рынке, так сказать, кнопок тоже еще нет. От 12 MacBook они, к сожалению, не подходят. Там все просто кардинально отличается. Плюс, непонятно, что по срокам. Так как только-только начали производить. В общем, пойду после Нового года сдавать сервис Инцентр. Печалька. Ладно, идем дальше. Звук. Звук реально крутой, да. Но он крутой только на один вечер. И уже во все последующие вечера хочется реально чего-то большего. Я, в принципе, проходил это со всеми устройствами. Там с iMac, со старым MacBook. Вот открываешь просто какие-то невообразимые впечатления. Звук просто шикарит. На следующий день уже этих ощущений, к сожалению, нет. Трекпад. Он громадный, удобный. Но в нем есть один косяк, который просто невероятно раздражал меня первое время. Я использую жест с тремя пальцами для перетаскивания и выделения текста. Никаких там тапов, кликов. Ничего этого не надо делать. Просто берете три пальца, перетащили окошечко и все, поехали дальше. Я вообще, в принципе, на трекпаде не использую никогда кликов. Так вот, здесь почему-то жест с тремя пальцами работает как-то криво. То работает, то нет. И это жутко вообще бесит. На старом трекпаде такого не было. Может быть, это из-за того, что он в четыре раза меньше и ваши три пальца были постоянно вместе. Здесь же, если вы начинаете их немножко растопыривать, то начинается какой-то геморр и жест перетаскивания тремя пальцами, то работает, то нет. Я попробовал то же самое воспроизвести на 12-м макбуке. И там, кстати, тоже присутствует эта проблема. Но за счет того, что трекпад там невероятно крошечный по сравнению с этим, пальцы практически никогда не растопыриваются и очень сложно столкнуться с этой проблемой. В общем, не знаю, сейчас я реально сталкиваюсь и на новом макбуке крайне редко. Может быть, привык, может быть, просто не растопыриваю пальцы, но вот поначалу это реально выводило из себя. Да, и немного про клавиатуру. Подсветка здесь намного дружелюбнее. В старых было видно свечение вокруг контура кнопки. Здесь же подсвечивается только сам символ. Рамка дисплея здесь немного уже, чем у старой версии. И за счет этого дисплей кажется реально больше. По контуру ноутбука края мне кажутся реально какими-то острыми. Мне можно даже при большом желании порезаться, ну или по крайней мере, когда проводишь просто тупо пальцами, не очень приятно. Сзади под крышкой дисплея там вообще какой-то просто острейший край и очень дискомфортно. По разъемам без Максейфа, конечно, тяжело. Я не раз дергал свой макбук и у меня не вылетал адаптер из разъема питания, а вылетал просто сам блок из розетки и сносил просто все на своем пути. Я, честно говоря, вообще не понимаю, на какой черт они перенесли 3,5-метровый разъем с левой панели на правую. Да еще и сделали его выше основных портов. И если у вас коннектор Г-образный, то он будет просто тупо перекрывать все ваши Thunderbolt порты. Ну, либо идти сзади ноутбука. Но у меня, честно, не хватает моего провода. Короче, непонятно, для чего это вообще сделано. Также мне как правшей теперь неудобно не пользоваться ни мышкой, ни трекпадом, да и в принципе клавиатурой. Потому что провод просто идет от коннектора к моему левому уху по диагонали и перекрывает мне все действие. В общем, я не оценил этот жест. И мне кажется, делается все только ради того, чтобы купить их Bluetooth-бит наушники. Ну и последний это разъем. У меня, в принципе, отсутствие HDMI, USB-A и картридера не особо напрягает. Я пользуюсь внешним картридером. Также есть переходничок USB-A, которым я практически ни разу не пользовался. Есть USB-C to Lightning кабель для получения iPhone, iPad и прочей периферии. И поменял все свои проводочки USB на USB-C to Micro B. Это для внешних шостых дисков и в принципе мне хватает. И кстати, мне кажется, перфекционисты будут просто в экстазе. Посмотрите, как клево, все переходнички выглядят одинаково. Так, ладно, давайте уже теперь посмотрим, что может сама Touch Bar панель. Единственный, пожалуй, реальный минус, на мой взгляд, который не дает мне покоя по сей день и к которому я никак не могу привыкнуть именно в Touch Bar, это отсутствие тактильного ощущения от кнопки Escape. Это в принципе единственная кнопка на Touch Bar, которую я нажимаю не глядя. И вот без тактильных ощущений как-то совсем не то. Дальше сама кнопка немного отступает слева. Это, наверное, сделано для симметрии кнопки Touch ID, но Touch ID выделен в отдельную кнопку, поэтому симметрия, на мой взгляд, тут как-то лишняя. Это в принципе бросалось в глаза первое время, ну а сейчас как-то по барабану. Итак, что вообще из себя представляет Touch Bar? Она разделена на две части. В левой части находятся у нас функциональные кнопки программы, в которой мы работаем. Допустим, это будет Safari. В правой же части у нас находятся четыре быстрых клавиши, которые вы можете настроить самостоятельно. Иногда появляется вот эта вот пятая кнопочка для управления, например, музыкой. Дальше вы можете развернуть правую часть и получите стандартные кнопки. Я реально ни разу не пользовался этим. Также его можно сделать так, чтобы все вот эти стандартные кнопки были всегда отображены, но тогда я, в принципе, не вижу смысла Touch Bar панели. Я раньше с верхних клавиш запускал Launch Pad, а теперь же я просто запускаю с трекпада или Magic Mouse, поэтому никаких неудобств в этом плане я не вижу. Единственное, что знаете, вот когда, допустим, вы слушаете просто музыку с MacBook, и вам просто нужно переключить трек, можно было просто нажать на кнопку, и он переключится. Сейчас же почему-то при заблокированном экране этой кнопки нету, есть только кнопка Play и Pause, и как ее добавить я тоже не нашел. Также я частенько пользовался кнопками управления яркостью и громкостью. В стандартной панели есть такие же кнопки, которые открывают ползунок, но многие говорят, что это неудобно, потому что приходится нажимать именно два раза, то есть нажать на кнопку и двигать ползунок. А вот посмотрите на самом деле, как это работает. То есть я нажимаю и вожу, не надо нажимать два раза, поэтому мне кажется, очень удобно. Единственный минус, что верхняя часть MacBook сильно греется при сильной работе, и вот такие вот манипуляции не очень комфортно производить, особенно если вы долго именно делаете вот так вот, не то, что прям вообще обжигает, но небольшой дискомфорт есть. В общем, я вывел кнопки управления яркостью, громкостью, показать рабочий стол и блокировку экрана. Показывать рабочий стол можно, в принципе, и с трекпада, но я частенько что-то перетаскиваю с рабочего стола в какую-нибудь программу, поэтому я просто нажимаю кнопку, начинаю что-то перетаскивать, нажимаю ее еще раз и, собственно, завершаю перетаскивать. Давайте посмотрим, как это есть. Вот у меня открыт Finder, допустим, я нажимаю показывать рабочий стол, начинаю перетаскивать какой-то файл с рабочего стола, еще раз нажимаю на показать рабочий стол, все программы возвращаются, и, собственно, я переношу свой файл. Итак, давайте пробежимся по программам. Очень удобна автозамена при печати, если делаешь какую-то ошибку, то на TouchBar панели появляется правильное слово и выделяется синим цветом. Единственное, оно почему-то не во всех программах выделяется именно синим цветом. И вы очень быстро кликаете на правильное слово, не пользуясь мышкой или трекбатом, давайте посмотрим, как это работает. Напишем собака. У нас появляется собака, нажимаем просто все. Ну, также, кстати, можно добавить какие-то эмоджи сразу же здесь. Очень удобно выбрать, ну, именно в Pages можно выбрать стиль текста. Если у вас есть какой-то быстрый набор стилей, вы печатаете, допустим, один абзац одним стилем, второй другим. То есть не надо, опять же, заходить сюда, выбирать какие-то заголовки. Ну, достаточно удобная вещь. Очень удобно переключаться между медиаресурсами. Допустим, вы смотрите видео на YouTube, потом хотите включить музыку. Раньше вам бы потребовалось открыть YouTube, остановить видео, потом открыть музыку, включить ее. А тут все достаточно быстро. Вы смотрите, как это происходит. У нас открыто Safari с YouTube и, допустим, iTunes. Мы нажимаем эту кнопочку «Управление меди» и здесь у нас есть вкладка Safari. Допустим, останавливаем видео и есть вкладка iTunes. Мы останавливаем музыку. Ну, все достаточно удобно. Давайте посмотрим, что вообще можно в программах сделать с помощью Touch Bar. В Finder, например, можно менять именно параметры вида, как представлять файлы. В Safari, на мой взгляд, не очень удобная именно юзабилити в плане Touch Bar панели. Здесь можно открыть какие-то вкладки и уже перемещаться между этими вкладками. Когда у вас несколько вкладок, то, в принципе, это удобно, но когда их у вас штук 10, то уже очень сложно попасть по ним. Поэтому, ну, не знаю, есть ли в этом какой-то смысл. В терминале можно прыгать по строкам, добавлять какие-то метки, менять цвет окна терминала неплохо. В мониторе ресурсов можно переключаться между вкладками. Не знаю, мне кажется, здесь это гораздо быстрее сделать с помощью мышки. Но хотя, хотя можно и так зайти в какие-то настройки. Вот калькулятор очень удобен. Можно сразу же считать, не смотреть на монитор, не пользоваться мышкой. Ну, в общем, он реально очень удобный, если у вас нет внешнего какого-то кейпада. Я вот не помню где, но реально где-то было какое-то уведомление, на которое нужно было именно кликать мышкой. То есть, изначально курсор, может быть, даже и на очистке из корзины, просто это пофиксили, был на отмене. То есть, если вы, например, очищали корзину, нажимали Enter, ничего не срабатывало. И вот здесь, например, есть две удобные кнопочки отменить или очистить. То есть, если у вас появится какое-то окошко, где нельзя будет именно Enter подтвердить какое-то действие, то вы просто нажимаете на Touch Bar и все клево. В фотошопе, кстати, я что-то не нашел никаких особых преимуществ. От Touch Bar это, по-моему, 17-й городский. Фотошоп, который обещали именно обновить с Touch Bar, но здесь что-то ничего такого нету. Какие-то, конечно, элементы появляются, но не знаю, что с ними делать. Ну, в общем, фотошоп либо у меня просто стоит еще не обновленный, либо как-то хреново они его обновили. В мессенджерах ничего особо интересного нету, только, опять же, автозамена, можно смайлики выбирать. Ну, я вот пока что вот этим именно в мессенджере не пользовался ни разу. Ну, потому что я пользуюсь, в принципе, Телеграмом и там стикеры, поэтому вот эти смайлики, ну, нафиг никому не нужны. По крайней мере, мне они не нужны. Может быть, кто-то пользуется iMessage очень активно, и им будет это полезно. В App Store Touch Bar не работает. В iTunes стандартное просто управление музыкой и бегунок, все, больше ничего тут тоже нету. В напоминаниях можно быстро создать напоминание какое-то, добавить его, добавить время, появляется бегунок, дату. Ну, весьма интересно сделано. Не надо вот мышкой теперь крутить его здесь, добавить место, что откроется. Ну, кстати, да, адреса какие-то тоже из геопозиции подтягиваются. В календаре тоже удобно очень перемещаться между месяцами. Я, кстати, пользуюсь не стандартной программой почты, а AirMail, потому что как-то мне стандартно не нравится какая-то кривая, поэтому даже не знаю, что там показать. В AirMail тоже уже есть поддержка, есть кнопочки, всякие быстрые кнопочки. Ну, все удобно. Есть всякие, на самом деле, мелочи, которые, ну, реально упрощают работу, и, в принципе, наверное, этой целью и было появление Touch Bar. В Final Cutе тоже есть очень полезные кнопочки, например, обрезать фильм там сначала, с конца, плюс сам бегунок. Пользуюсь, ну, не то чтобы прям вообще активно, но пользуюсь и иногда реально упрощают жизнь. Минус в том, что, к сожалению, нельзя настроить свои кнопки для каждого приложения. Можно использовать функциональные клавиши, но это совсем не то, и я думаю, в будущем такая возможность, конечно же, будет. Это, в принципе, должны, на самом деле, делать сами разработчики уже ПО. Кстати, было несколько багов, которые уже успели исправить. Например, раньше, при переключении между рабочими столами, вот эта вот Touch Bar панель, но она, в принципе, даже сейчас видно, что она немножко что-то там подмигала. Ну-ка, давайте откроем еще раз. Ну, она сейчас тоже дергается, но раньше, то есть у вас открыт Safari, вы сбрасываетесь на другой рабочий стол, у вас сначала пропадают элементы управления Safari, потом они снова появляются, и потом снова исчезают. Также иногда вот этот вот контур, который выделяет вкладку, он заходил на две вкладки, на три, там, ну, тоже иногда это было реально очень криво, но сейчас вот после обновления последнего все вроде нормально работает. Итак, друзья, итог. Touch Bar панель реально удобна в некоторых моментах, и садя сейчас за MacBook без нее, как-то уже становится не по себе. К хорошему реально быстро привыкаешь. Не хватает мне лично Taptic Engine, также не хватает кастомизации этих кнопок в каждом приложении. Я надеюсь, разработчики займутся, и в скором времени это все будет. Ну и очень удобно, что можно разблокировать мой MacBook теперь отпечатком пальца. Хотя можно, конечно, с Apple часов, но у всех есть Apple Watch. Плюс, ну, как-то, мне кажется, не очень безопасно, то есть можно, допустим, нажать просто на кнопочку, если человек стоит рядом, то ваш MacBook будет разблокирован. Конечно, можно и потащить его за пальцем, нажать, но все-таки, не знаю, с Apple часов я не настраивал, и не буду настраивать. Все, друзья, пишите в комментариях, что вы думаете о Touch Bar панели. Удобно она для вас, неудобно? Какие, может быть, фичи для себя новые нашли в ней? Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайки. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.